Друзья, здравствуйте. Новые крупные теракты в России. Арестович идет в президенты. Шаманы Ахлобыстин боятся покушений, ну а Путин, похоже, готовится передать государство по наследству. Об этом не только. Сегодня поговорим с журналистом, обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом. Константин, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Алексей, спасибо за выключение. Ну действительно, крупнейшие теракты за последнее время в Дагестане. Уже 19 человек погибло после того, как террористы сожгли синагогу, напали на храм, на полицейских. Примечательно очень, что среди нападавших дети высокопоставленных местных дагестанских чиновников, большинство убитых силовики и снова исламисты. И все это еще и на фоне предстоящего визита террористов из Хамаса в Москву. Складывается впечатление, что российские власти как будто просто игнорируют проблему, которая в очередной раз напомнила о себе. Как вы считаете, оцените реакцию на это происшествие, на этот теракт, который мы вот видим сейчас, но и в целом, почему не делаются никакие выводы, например, после того же Крокус Сити? А потому что после того, как Путин убедил страну и себя, что самое важное, что он замирил Северный Кавказ, после того, как где-то, ну, наверное, на рубеже, так сказать, между Путиным и Медведевым, эти исламистские теракты стали более редкими. Как-то, я думаю, сложилось ощущение, что все под контролем, что можно одновременно играть в разного рода игры с мусульманскими фанатиками на Ближнем Востоке. Ну, мы говорим о, как вы уже упомянули, так сказать, о Хамасу, о поддержке Хизбаллы, по сути дела, через Иран. И одновременно, так сказать, считать, что все будет прекрасно дома. Но проблема случается в том, с моей точки зрения, я не специалист по Северному Кавказу, хотя я специалист по Ближнему Востоку и про ислам кое-что знаю. У меня сложилось вот какое впечатление. В силу коррумпированности и, на самом деле, из-за коррумпированности, очень часто некомпетентности российских властей вообще, российских силовиков, работающих в этой сфере в частности, возникло некое, наверное, представление о том, что Россия в силу своей антиамериканской позиции, каким-то образом будет, у нее появится какой-то иммунитет от такого рода атак. Но не стоит забывать, что люди, которые создавали все эти, там, так сказать, самопровозглашенные эмираты на Кавказе, начиная с 90-х годов, ну, они, кто-то из них, конечно, погиб, но у них есть наследники. Россия воспринимается исламистами, Северный Кавказ особенно воспринимается исламистами, как, условно говоря, территория, которую нужно освободить и там создать нормальное наше исламское государство. И в этом смысле путинские заигрывания там с Хамас или с Ираном никакой роли здесь не играют. Ну, во-первых, сунниты не очень любят шиитов, поэтому тут тоже отдельный разговор. Дружба с Ираном далеко не в глазах, далеко не всех мусульман, и мусульманских радикалов, я имею в виду. Такая прекрасная вещь для Путина. То есть, мне кажется, что исламистское подполье, которое начало расти еще в 90-е годы, которое берет свои, имеет корни в местных мечетях, которое воспитывается имамами, которые все равно, если хотят, доносят свои мысли про неверных, про Америку, про сионистское образование слэш-израиль и так далее, это имамы, которые все равно учатся на Ближнем Востоке, в духовных учебных заведениях очень часто. Сколько бы ФСБшники не докладывали Путину, типа у нас все под контролем, так не будет, потому что вдобавок мы имеем дело с коррупцией, когда просто можно, простите за грубое устаревшее выражение, пробашлять кому надо, и у тебя все будет хорошо, да еще мы имеем дело с обществами, которые очень закрыты и на себе, это общества клановые, это общества семейные, это общества, построенные на де-факто некой современной форме родопроименных отношений, где, конечно, ты не можешь ожидать исполнения российского законодательства и применения тех, ну, скажем так, такой работы, которая, ну, может быть, даже в Тульской области, даже при путинском режиме, скажем так. Там есть особые местные, ну, местная специфика существует. Поэтому мне кажется, что Путин пожал то, что он не мог не пожать в результате, и что, с моей точки зрения, важно, это то, что, ну, многие всегда говорят о Чечне, вот, так сказать, де-факто там, эмират в составе России, де-факто конфедеративные отношения, фактически это территория России, которая финансируется всей остальной Российской Федерацией, по сути, Чечне платит репарации за то, что не смогли выиграть у нее войну, все это абсолютно так. Но нам вот эти события в Махачкале и в Дербенте напоминают о том, что дело не только в Чечне, и вся путинская северокавказская политика, построенная по сути дела на покупке лояльности местных элит, и передача управления над страной, над регионами, местным элитам, которые как в этом это будет добиваться? Убийствами ли? Взяточничеством ли? Тем, что у вас там шестой племянник третьей жены знает пятого племянника шестой жены у другого человека, это нам, дескать, не важно. Оказалось, что важно. И на самом деле, вы очень правильно упомянули Крокус, но Крокус хотя бы перее, как сказать, ну, сказали, что это сделали какие-то таджики, значит, люди, которые вот жили в России, это таджики, условно говоря. Ну, во-первых, это означает, что сети есть и среди пребывающих в России иностранцев, и людей, и людей с двумя гражданствами, и, очевидно, за этим тоже не уследили, несмотря на то, что американцы предупреждали Путин об этом, о нем, о чем они сами сказали. Это означает, что система некомпетентна. И это означает, вот Крокус в сочетании с Дагестаном, означает, что на самом деле, с моей личной точки зрения, проблема исламистского подполья, исламистского террора в России никуда не ушла после, в кавычках, окончания войны в Чечне в 2004 году. И вся кавказская политика Путина, это была политика гнилая, это была политика замазывания плесени все новыми и новыми слоями краски. И вот эта краска, значит, плесень проела, и краска сошла, и мы видели, что, ну, в общем, с 2004 года, за 20 лет ничего не изменилось. Когда я услышал сначала про Крокус, а вчера про Дагестан, у меня было ощущение, что я перенесся буквально там в одну секунду в московскую студию BBC, где я работал в начале 2000-х, и мы освещаем очередное нападение на очередной Нальчик. Ну, я не хочу звучать цинично, но тогда это было, ну, вот такая новость была в среднем, там, раз в 10 дней, в 2 недели. А сегодня от этого отвыкли, ну, значит, вот придется привыкать. Это, конечно, на мой взгляд, последнее, что я скажу. Я думаю, что это, ну, там, где еще остались хоть какие-то мозги, хоть какой-то профессионализм в недрах, созданный Путиным, там, системой всех этих многочисленных спецслужб, там должны, конечно, я думаю, лишний раз себе сказать, что все это дело, включая агрессию против Украины и так далее, все это идет в тупик. И, более того, даже вот эта страна, превращенная, вроде бы, в полувоенный лагерь, ну, там, везде ФСБшники, так сказать, какие-то военные, набор в армию, все время какое-то, значит, вот это вот полувоенное состояние, ничего, это ни на что, оказывается, не влияет. И можно напасть, как там, на мирную ницу какую-нибудь в России. Так что, я думаю, речь идет о том, что, как и Пригожинский мятеж, ровно год, которому сегодня, это показало то, что путинская система слабая, гнилая, и все эти заполошенные вопли коллективного Байдена о том, что, ой-ой-ой-ой, мы позволим атакамсами куда-то там ударить, и рухнет внезапно Российская Федерация, ядерное оружие оказывается в руках террористов. Оно и так с таким режимом может оказаться в руках террористов в любой момент. Посмотрите на это, отдайте себе отчет, что такое сегодняшняя путинская система. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту! Вспоминая теракт в Крокус-Сити-Холле, мы помним, как пытались найти украинский след. В итоге все это затихло. В общем, сегодня уже я вижу, как ТАСС бодро цитирует вбросы отдельных каких-то, ну, даже неуполномоченных лиц, каких-то там околокремлевских политологов о том, что и здесь, значит, есть какой-то интерес Украины. И, в общем, теракты в Дагестане могут быть тоже связаны с работой украинских спецслужб. Вы вспомнили о начале нулевых, я хотел бы вспомнить о конце 90-х, когда именно российские спецслужбы, в общем-то, показывают довольно большое количество аргументов, играют в пользу этого, взрывали многоэтажки для того, чтобы обвинить ту самую Чечню, для того, чтобы оправдать вторжение и вторую чеченскую. Вот Владимир Осенчин, руководитель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ», говорит, что по его информации из силовых структур российских, к этой тактике снова могут прибегнуть. И вот сейчас, ну, якобы, даже готовится план по новым взрывам, вероятно, в общественных местах для того, чтобы обвинить в этом Украину. Вот здесь вот происходит такой теракт. Я не говорю, что это сделано было специально, но можем ли мы по каким-то маркерам сейчас судить о том, что режим Путина готов снова прибегнуть вот к этой террористической тактике, да, взрывам, чтобы обвинить кого-то? Тогда чеченцев, теперь украинцев. Понимаете, я не очень уверен, что здесь я не очень пока готов согласиться с Осечкиным. Не знаю. Дома в Москве взрывали, и действительно, я, причем, скажу честно, так случилось, что я стоял на балконе в тот момент, когда взорвался один из домов. Это было, ну, в рамках прямой, как бы, на расстоянии прямой видимости от моего балкона. Помню этот, как называется, столб, обломок, который стоял в воздухе и пыли. Понимаете, эти взрывы происходили в другом контексте. Все-таки для этого нужно было для того, чтобы сплотить людей вокруг тогда нового лидера, который решал новую задачу или мог представить такой образ народу, что он ее решает. Думаю, сегодня это будет намного сложнее. Страна привыкла вести войну. А если надо бы в чем-то обвинить украинцев, ну, их и так молотят каждый день. И так страна по этому поводу молчит. Во что, демонстрации мира миллионные на Тверской стоят, что надо срочно взорвать кафе Пушкин и сказать, что вот на мерно обедающих напала СБУ. И так нападают. И так российский народ пока что, по крайней мере, не проявляет какого-то желания, так сказать, сказать, веской нет войны. Я не думаю, что им это надо. Я бы сказал, в нынешней ситуации это скорее работает все-таки против Путина. Потому что, ну, что такое путинский режим? Это, по-моему, как-то и у вас в эфире об этом говорили. Да, это же не Путин, там, Бортников и коллективный, там, Медведев или кто там, Кириенко, Громов. Точнее, не только они. Путинский режим – это миллионы чиновников, которые руководят страной от имени Путина. От Сахалина до Калининграда. Эти чиновники уже показали, чего они стоят в прошлом году, когда в Сене залезли, так сказать, под камни в момент, когда Пригожин начал свой марш на Москву. Они не изменились никак за это время. И вот они, сидя от Сахалина, от Южно-Сахалинска до Калининграда, они же все не будут там посвящены в какие-то детали. Для них это одно. Путин опять, значит, слабеет. Смотри, что творится. Какие-то, значит, зеленые, значит, исламистские чуваки распоясались. Они, я думаю, что это не работает на укрепление путинского авторитета. Потому что главный путинский авторитет, ну или главная часть, точнее, один из главных элементов путинского авторитета заключался в том, что в какой-то момент вот эти все Чечни, Дагестане, все забыли. В этом была его, ну, главная заслуга в глазах общества. Да, кроваво, да, там всех что-то заучужили танками, да, там кого-то повзрывали, там, кстати, в проклятой Москве, там, в основном. Ну, были в других местах, в нелюбимой столице. Но зато теперь вот все тихо, спокойно. Но получается, что не тихо, спокойно. Ну, представьте себе, еще один такой акт, скажем, через неделю. Ну, это уже, простите, тенденция. И я не думаю, что это будет работать на Путина, потому что ему не нужно сегодня никого накачивать против украинцев. Против украинцев накачивают сто, так сказать, сто процентов времени пропаганда против украинцев. Против американцев мы увидели заявление по Крыму, да, в том, что вот атакамцами ударили по Крыму, значит, вот виновят американцы, они там наводили. Если Путин ведет войну с Западом, он об этом говорится, я не очень верю в то, что это... А если пытались это свалить, то свалили бы уже. Ну, нашли бы какого-нибудь, взяли бы какого-нибудь там Петра Григорьевича, так сказать, поймали бы на улице, сказали, вот он был координатор. Разбили бы до полусмерти, сказали, блин, мы тебя просто в камере вот давим. Либо ты сейчас скажешь, что ты координировал таджиков по заданию Будан. Ну, сказал бы, сделал бы. Куда девать? Так, наверное, это не очень сложно сделать. То, что они до сих пор не сделали, я думаю, показывает, что проблема реальная, а не придуманная. Вот проблема Путина заключается в том, что все возвращается в начало 2000-х. И в какой-то момент, и я думаю, что это для Путина очень может быть неприятный момент, скажут, начнет вот это, знаете как, настроение, мнение такое есть, да, что-то типа ослаб, надо другого, надо посильнее. И вот в этом смысле я полагаю, что Путин столкнулся с реальной, а не придуманной проблемой. Никакие метафорические, мифические украинские террористы придуманные, эту проблему решить не смогут. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вот вы сегодня вспоминали уже то, что как раз общаемся мы в годовщину Пригожинского марша. И вот недавно интересную информацию опубликовал бизнесмен Леонид Невзлин со ссылкой на Федеральную службу охраны, на свои источники, говорит, что вообще сам по себе марш, он пошел совсем не по плану Пригожина. Это был такой экспромт. Все из-за того, что Пригожин установил прослушку чуть ли не в администрации президента России. Он пытался собрать компроматы на Шойгу и на Герасимова, но прослушку нашли. Отправили отрубленную голову свиньи Пригожину как черную метку. Он понял, что все, надо действовать, потому что иначе его схватят, условно бросят за стенки, а может быть даже и убьют. И вот из-за того, что не до конца был подготовлен план, грубо говоря, вот этого бунта, то мы увидели вот этот результат, который не закончился ничем, кроме смерти самого Пригожина. Сейчас же, как пишет The Moscow Times, Путин исторически рекордно повысил уровень собственной безопасности, который и так был на высоте. Как вы думаете, а рассматривает ли сейчас администрация Путина кого-нибудь еще? И есть ли в целом сейчас в окружении, в правящей российской верхушке кто-то, кто был бы способен на нечто подобное, на то же самое, что и Пригожин, только, скажем так, уже сделав нужные выводы? Ну, если такой человек и есть, то мы про него узнаем только тогда, когда он начнет действовать. Хотя бы потому, что никто не станет больше создавать себе такую ауру народного героя, которую создал Пригожин. Почему Пригожину это удалось в том числе? Ну, удалось то, что удалось. Я не обсуждаю сейчас материально невзанно. Я не могу исключить, что тут все, так сказать, даже может соответствовать действительности. Для меня, кстати, очевидно, что все понимают, что Пригожин шел ликвидировать, добиваться эксклюзивного влияния на Путина, так сказать, через голову Герасимова и Шойгу. Он не шел свергать Путина. Но я бы сказал, что какой вывод сделает после этого? Предположим, даже какой-нибудь недовольный генерал. Предположим, даже харизматический. Предположим, даже с неким числом людей, имеющих... Что у него есть какой-то, как бы сказали, в сетях фоллоуинга. Какой-то у него есть база влияния. Но не высовывайся. Потому что теперь ты не можешь больше стать народным героем. Вот этот Стал Пригожин действительно был популярной фигурой в России, к сожалению. Тоже много говорит об обществе, к сожалению. Но так не надо. А без этого такую штуку учинить трудно. Потому что Пригожин во многом и взял Ростов. Почему? Потому что он был Пригожин. С большой буквы. Тот самый Пригожин из Телеграма. А для того, чтобы взять власть в России сегодня, я думаю, нужна либо способность парализовать какие-то командные центры очень быстро, либо такая вооруженная сила, с которой придется немедленно считаться всем, и которая будет готова сразу выступить. Я не знаю, есть ли такие люди всего. Я догадываю. И целый ряд российских аналитиков, находящихся в изгнании, Андрей Борисович Зубов, например, и Михаил Михайлович Касьянов, говорят, что с их точки зрения постепенно, скорее всего, в таких системах наступает усталость от войны, от того, что она никуда не ведет. Понятно, что сегодня это просто позиционная война, что никаких в ближайшее время крупных успехов, к счастью, для Украины, Путину на поле боя, видимо, не предстоит. Если только у него нет какого-то там тайного супер-пупер-плана, который он внезапно приведет в действие, раздражение будет копиться. Если Путин действительно поднял уровень своей безопасности, это означает, что на раздражение копится. Но я также думаю, что Путин достаточно недоверчив, чтобы сделать все для обеспечения собственной безопасности. Да, очевидно, он готов пожертвовать даже какими-то элементами, условно говоря, военными. Когда он полетел в Северную Корею, вы можете себе представить всю систему сопровождения самолета, которая была задействована? Я думаю, что удивительно, что хоть какой-то один снаряд вылетел на ракетах в направлении Украины, потому что он все был переориентирован на то, чтобы сопровождать, перекрыть самолет Путина. Я утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. Конечно, он боится. Он боится и своих. Он боится, конечно, он верит, что в какой-то момент западные центры принятия решений скажут. Понятно, что как с Кащаем Бессмертным, там, значит, это там игла в яйце, яйцо в утке, утка там еще в каком-нибудь бегемоте. И, соответственно, нужно добраться до иглы. Ну, просто ликвидировать Путина. Вот и все. Он этого тоже, конечно, боится. Это я понимаю. Но есть ли такие люди сейчас, мы узнаем, повторяю, только если они выступят. Для этого, конечно, нужен другой план. Потому что план Пригожина уже, ну, он был использован. И мне кажется, одновременно есть один момент. Я не помню, говорил я именно в эфире вашего канала об этом как раз после Пригожинского мятежа. Эта мысль у меня до сих пор, в общем, я от нее не отказался. Тот день показал нам, на самом деле, тоже, чего стоит путинская система. Она не стоит ничего. Никто не выступил на его защиту. Все ждали. Виноват в этом, в том числе, и сам Путин. Потому что он слишком долго ждал, чтобы выйти в эфир. Часов пять, да, или шесть. Потом он вышел с одним высказыванием. Ну, тоже странным. Вместо того, чтобы выйти... Он, кстати, по отавили о рангах российскому полагается форма полковника. Генеральская полагается только тем, кто реальный в армии генерал. Или в ФСБ или в полиции. Вот он должен был в полковничьей форме выйти на экран. Сказать, я сейчас выступаю перед вами, как верховный командующий. Отдаю приказ этим, это, этим, это. Все в три минуты заложить. Там до свидания, так сказать, мятеж будет поддан. Вместо этого выходит дядька по гражданке. И пересказывает нам в течение пяти минут краткое содержание эпопеи Александра Исааковича Солженицына, лауреата Нобелевской премии по литературе, под названием «Красное колесо». Про 14-й, про 17-й год, про кайзера, большевиков, там, фигайзера, еще кого-то. Только на пятую минуту. А, у нас же метеор. Давайте сейчас я вам скажу, что надо делать. И спустя еще шесть или семь часов он выходит в эфир и говорит прямо противоположно. Ну, типа, мы тут с пацанами, значит, перетерли. Там все нормально, не волнуйся. Если там Лукашенко все решит, все дела, все хорошо, все свободны. Что это означает для вот этих миллионов бюрократов, которые есть режим? Это означает, что они в следующий раз не будут слушать, то есть они выслушивают первое выступление и будут скажут, теперь подождем второго. И вот на этом, я думаю, тот, кто будет строить, если это случится, он должен строить на понимании того, что у этого заговора будет время на то, что вся бюрократия будет парализована в это время. Вот это, наверное, то, на чем эти люди будут строить, если они есть, если они строят эти расчеты, будут строить свои расчеты. Но есть ли они? О, я думаю, они не будут в Телеграм выходить и записывать красивые видео под патриотическую музыку. Это дело Пригожина. Но вот руководитель Главного управления разведки Украины, Буданов, он не раз говорил, что главная опасность сейчас для Путина исходит не от западных спецслужб, не от украинской разведки, а непосредственно от тех, кому Путин пока еще не боится сжать руки. И вот, может быть, и с этим страхом, и с желанием как-то обезопасить членов своей семьи, в том числе от которых еще недавно Путин отрекался, теперь он, например, тех самых дочек, которых еще до недавнего времени называл эти женщины, он теперь выводит в публичное пространство, они уже чуть ли не на одной сцене на Международном экономическом форуме, за племянницей Путина становится замминистра обороны. Вот об этой тенденции, как вы считаете, с чем она связана? Я думаю, что это связано с пониманием, что Путин понимает, что война идет не так, что система, построенная на коррупции и страхе, в условиях войны, страха стала меньше. А коррупции стало больше. Что из-за этого война идет? Не так. И, кроме того, наверное, справедливо говоря, тут я соглашусь с Будановым, он понимает, какие-то, ну, что-то прилететь. Конечно, прилетит не от Байдена и не от Макрона, а если прилетит, то изнутри. И украинские спецслужбы, я думаю, могут простимулировать каких-то людей. Это тоже возможно. На войне все средства хороши. Но это какой-то внутренний резерв, понятное дело. Поэтому он хочет поставить своих людей, да, чтобы они там что-то смотрели, контролировали и так далее. Это вызывает, между прочим, но это создает другую проблему, Алексей. Потому что вот сидите вы, ну, какой-нибудь вы там условный начальник управления ФСБ по крупному какому-то, Красноярскому краю, алюминиевая житница России. Сидите вы такой, думаете, значит, да, ну, в принципе, я что, я могу в центральный аппарат пойти после такого там генерала-майора легко. Может, я не знаю, даже, наверное, генерал Красноярский. Он даже на генерал-лейтенанта может пойти. И тут вдруг какой-то, кто, кого назначили тут? Кто это такие? А почему я тут с местными бандитами, местных бандитов более-менее держу под контролем, беру у них всего 10% отката, в поте лица тружусь, отлавливаю последних трех сторонников Навального, и вдруг какой-то хрен Иваныч, какой-то племяк, что мы, у нас что тут? Наследственная монархия, что ли? Дворянство новое создали? Кто такой этот мальчик или эта девочка? Что они сделали? Ведь надо понимать, что Путин, там, даже Медведев, там, не знаю, Патрон, вот эти все люди, которые пришли еще из советской эпохи, которые пережили бандитов, сами были бандитов, они, у них есть некий жизненный, ну, там, опыт, как говорят по-английски, гравитас, да, вот это вот, они тяжеловесы политические, как Виктор Спарч Черномыров, покойный, дай ему, там, бог, нездоровья, но вот Кангенов побольше вокруг, потому что порхало. А эти-то кто? То есть с точки зрения генерала Иванова в Красноярске, это никто. Во-первых, это означает, что генерал Иванов может тогда назначать, кого хочет у себя, он воспримет это как сигнал. Во-вторых, он будет ощущать, что это не эффективная система, она может быть даже коррумпирована, но выполняется какие-то задачи, это уже не то. А зачем я буду что-то делать ради метфорического племянника Мишустина? Он кто такой для меня? Московский мальчик, который с 15 лет ездит на Поршу. Ну, это для путинской системы плохо, потому что вот эта бюрократия, ей не захочется ситуации, при которой ей будут управлять как в Течне кланы. Вот это, я думаю, довольно серьезная мина под путинский режим. То, что он хочет контроля над деньгами, то, что он хочет контроля над кадрами. Назначение Белоусова из этой сферы ему доверяет. И, кстати, нестандартное назначение. Путин не любит советских аристократов. Папаша Белоусова был главный советник Косыгина, чуть-чуть сам не стал менину. Это люди, которые там поколениями живут на Ленинском проспекте, в Москве или на Малой Брованной. Это не путинское. Они не бегали по дворам, не давили кошек. В детстве занимались чем-то другим. А он их ненавидит. Но назначает такое, значит, доказал лояльность. И, значит, вот пришло, значит, нужно совсем. И это, конечно, по сути, признак кризиса режима. Кризис режима стал ясен, но для меня ничего. После Пригожева этот кризис может идти долго, но он есть. Друзья, как вы считаете? Ваше мнение оставляйте в комментариях. Будет очень интересно почитать, кто на самом деле может свергнуть или ликвидировать Путина. Ваши слова всегда мы озвучиваем в последующих эфирах, если они набирают много лайков. Ну и, пожалуйста, на пальцы вверх нажимайте, пускай большее количество людей увидит нашу сегодняшнюю беседу. Константин. Ну и, конечно, не могу с вами не обойти тему ультиматума в новых Путина. Стоило им только прозвучать, как сразу же мы вслед в догонку увидели новое интервью Алексея Арестовича, который уже заявил, что для того, чтобы война закончилась, мол, не россияне должны выводить войска, а Украина должна пересмотреть свою внутреннюю политику. Услышали ультиматумы Путина о четырех областях и полном выводе украинских войск. Тот же Арестович сразу заявил, я и в президенты пойду, и войну, значит, закончу. Учла интересов России, не учла интересов Путина. Ну, давайте я такой общий вопрос задам. Во-первых, если война позиционная, и у Путина сейчас нет силы, к чему эти ультиматумы? Ну и, во-вторых, Арестович на фоне всех этих заявлений, как вы думаете, до сих пор еще офицер украинской разведки? Знаете, я совсем прям не понимаю, что у вас там происходит. Я был знаком с Алексеем и подержался на хорошее отношение. Я очень удивлен, что происходит, я честно скажу. Я не знаю, что такое. Просто не понимаю. А что касается Путина, вот про Путина я знаю, больше. Я его хотя бы видел, ну, так сказать, не раз. И вот, что я вам скажу. Это, конечно, признак, на мой взгляд, некой растерянности. Это не то, что он дурак и не понимает, что у него происходит. На фронте, конечно, понимает. Но он понимает так, что он должен производить впечатление. И поэтому он выходит и начинает нести вот это вот нечто совсем странное. Неприемлемое. Но он должен продолжать выглядеть победителем. Он должен продолжать выглядеть человеком, у которого война идет по плану. Хотя уже, я думаю, даже самые мощные, такие, любимые народом пропагандисты уже не знают, что говорить. А это означает, в свою очередь, что ничего, кроме демонстрации несгибаемости, не осталось. То есть, это было, ну, не очень, я не очень люблю эту форму, не про что. Потому что это не подействовало на, я не знаю, что там говорит Аристович. Я, честно говоря, не очень в последнее время слежу за всем, что происходит в Украине. Я еще Ближнего Востока много занимаюсь в последнее время. Но, вот с точки зрения последствий международного, ну, что было, что это вызвало? Да ничего. Выслушали, забыли, ну, что там, что сказал, ну, ладно. То есть, если человек хотел, ну, например, там, в очередной раз, там, подтянуть себе глобальный юг. Или, наоборот, действительно, вбросить что-то в украинское общество. Которое, ну, будем с вами откровен, далеко не едино по вопросу. Многие хотят, чтобы закончилась война. Ну, обычные люди, они хотят, чтобы все было, они думают, что все вернется на круги свое завтра, как только напишут мир на телевизионном экране. Так не будет, господа. Но те люди, многие так думают. Ну, обычные ли такие люди, которые не очень интересуются политикой. Ну, вот, вроде бы, давай ты, как, пытайся вот это использовать. Придумай что-нибудь интересное. Такое, чтобы все сказали, смотри, как он леща-то подпустил Зеленскому. Пусть он сейчас покрутится. Ничего. Интеллектуальный потенциал в этой войне Путина окончательно еще. Вот это я точно скажу. У него еще, может быть, очень много мужичков русских, которых он будет кидать на фронт с одним калашом на троих. Но то, что больше в эту войну не будет вложено настоящих интеллектуальных усилий, даже для таких операций, как, ну, было там, взятие Мариуполя, например. Да, но все-таки требовал каких-то мозгов. Именно в минимальных хотя бы. Мясной штурм, но тем не менее, там, спланировать операцию уже надо. Но уже нет. Вот эти заявления для меня говорят о том, что, ну, в чисто мозговом плане это тупик. Вот у них наступил тупик. Они, повторяю, они могут продолжать эту позиционную войну еще очень долго. Но придумать что-то новое они не смогут. Только если не случится какого-то кризиса в Киеве. Если они не поймают какой-то ветер в парусах. Но от обстоятельств, которые не будут от них зависеть. Ну, метафорическая новая война на Ближнем Востоке, которая плечет все внимание. Ну, и все равно, ну что, украинцы перелетят на Ближний Восток, что ли, в этот момент? Нет. Будут те же самые Петра Григорьевича противостоять Василию Ивановичу. На той же самой линии фронта. Что придумывают в этой ситуации? И Путин, вдобавок, своими действиями, в том числе, кстати, на Ближнем Востоке, очень сильно подорвал и визит в Северную Корею. Очень заметно подорвал к себе вообще доверие. Потому что он больше не выглядит государственным деятелем. Он выглядит человеком, который хватается за любую соломинку, за любого мини-союзника, чтобы выглядеть важным, чтобы выглядеть, что у него все хорошо. Это не то, с чем ты зарабатываешь авторитет. Это не то, ради чего с тобой будут говорить. Те же самые какие-то, не знаю, израильтяне или саудовцы. Помельчал он, вот как я скажу. Он, конечно, у него еще есть... Его главный резерв в мире – это антимериканизм. Он по-прежнему одно из главных, глобальных знамен антимериканизма. В глазах гигантской аудитории Украины – это просто марионетка Соединенных Штатов. Вот на этом он еще может играть. Но, я думаю, с серьезными государственными деятелями все меньше. Вот это, наверное, мое последнее слово. Спасибо вам, Константин. Друзья, как вы относитесь к идеям Арестовича того же – стать президентом Украины, потом ехать в Россию, улыбаться и жать руку Путина? Оставляйте в комментариях, к чему приведут новые ультиматумы военного преступника. Все это будет очень любопытно почитать. Журналист Константин Эггерт сегодня к нам присоединялся. Друзья, уверен, вам было интересно. Поставьте пальцы вверх, для того, чтобы большее количество людей увидело на нашу сегодняшнюю беседу. Константин, благодарю. До новых встреч. До свидания, Алексей Дамуфри.